Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я расскажу про невероятно крутую нейросеть, на которой, естественно, можно заработать немалые суммы. Как-то так? Но для начала... Алиса, как заработать миллион? Надо подписаться на телеграм-канал Ксении Рос и включить уведомления. Ксении фигни не посоветует. Ссылочка в описании, Алиса тоже фигни не посоветует. Сегодня я хочу с вами поговорить о нейросетях. Это мое первое видео об искусственном интеллекте. На самом деле, это одно из немногих, что меня начало вдохновлять за последнее время. У меня просто происходит ежедневный взрыв мозга, потому что я часами сижу, ищу, что-то генерирую, смотрю картинки, видео и так далее. И та нейросеть, о которой я вам сегодня буду рассказывать, называется Eleven Labs. Она может преобразовывать текст в голос. То есть вашим голосом эта нейросеть может читать любой текст, который вы в нее вошьете. В принципе, в начале этого видео вы видели как раз-таки пример. Это действительно сгенерировано искусственным интеллектом. Да, я понимаю, что сходство с моим голосом не стопроцентно, но его можно здесь доработать, чтобы звучало прям из разряда не отличить от оригинала. Сейчас, в принципе, я вам покажу, расскажу, в конце расскажу пару способов, которые я придумала, как монетизировать это можно. Естественно, я буду это раскапывать, докапывать и смотреть какие-то более прибыльные варианты. Ну и давайте такой мини-конкурс. Пишите в комментариях свои идеи, как можно это монетизировать конкретно, данную функцию. И два лучших, по моему мнению, комментарии и способа получат по 15 долларов. Результаты объявлю у себя в Телеграм-канале, как вы помните, ссылочка в описании. И важный момент, эти способы заработка должны быть честными, не мошенническими. Ссылочку на эту сеть я также оставлю в описании. Первым делом, когда вы попадаете на сайт, тут все на английском. Для меня, честно говоря, это безумно сложновато, но сейчас, когда я часами сижу на этих английских сайтах, более-менее что-то начинаю понимать. В целом можно включить автоперевод, но он будет достаточно кривой. В принципе, вот. Далее вы просто регистрируетесь. Здесь все интуитивно понятно, можно там через Google, можно через почту. Все, зарегистрировались. И мы попадаем, соответственно, уже в нашу, так называемую, лабораторию. Сразу скажу, та функция, про которую я вам сегодня рассказываю, то есть когда искусственный интеллект читает моим голосом, она платная. То есть для этого нужно подключить подписку. Переходим вот сюда, и я подключила себе... Блин, вот они офигели, я 22 доллара отдавала, они сейчас сделали 11 долларов. Вы там обкурились! Короче, я отдала за это 22 доллара, так как сейчас оплата с русских карт недоступна, мне пришлось найти сервис, через который я им скидываю, типа, русские деньги. Они мне дают, выдают данные карты, и я оплатила их картой. Этот сервис также платный. Короче, в рублях данная подписка мне обошлась 2600. Что в это входит, можно прочитать вот здесь. Так как я не особо сильно в английском, у меня просто получается все интуитивно. То есть я интуитивно изучаю данную площадку. Ну, можно так прикинуть, типа, все, что в стартовом, то есть все, что у нас вот здесь вот. 100 тысяч знаков вы можете. Отцифровать голосом, так скажем. Можете создать 30 шаблонов голосов. Нифига себе, как я английский знаю. Заметили, заметили, я уже вам три строчки прочитала. Дальше, короче, я не прочитаю. Ладно, давайте перейдем уже непосредственно к тому, как создается клон. Мы переходим в голосовую лабораторию. У меня здесь уже несколько голосов записаны. И вот сюда вы просто подгружаете голос. Как это делается? Нажимаем на эту кнопку и здесь прикрепляете файл. То есть сюда прикрепляется файл. Нейросеть его изучает на протяжении, там, секунд 30. И все, в принципе, ваш голос будет готов. Далее, когда возникает проблема, что наш файл плохой, мы можем подгрузить еще файлы. То есть максимально вы можете 25 голосовых дорожек загрузить сюда, чтобы идеально считывался ваш голос. Вот, например, у меня сейчас загружено 2 голосовых дорожки. И для того, чтобы нейросеть прям читала еще лучше моим голосом, я просто могу записать еще дорожки. И, в принципе, будет с каждой голосовой дорожкой улучшаться результат. Так как я сейчас пишу экран, я не могу вам показать на ноутбуке, как я записываю голосовую дорожку. Здесь прям есть просто записать текст. Поэтому я могу прямо на практике сейчас выкрутиться и показать более сложный метод. Но, возможно, он вам поможет. Я просто включаю видео на телефоне, сейчас что-нибудь примерно на минуту, на полторы надиктую. И потом мы эту дорожку загрузим сюда, в новый шаблон, так скажем. И вы сами посмотрите, как это все работает. Важный момент. Голосовая дорожка должна быть без шумов. Иначе эти шумы также генерируются нейросетью. Всем привет! Меня зовут Ксения. Что сегодня вам рассказать? Расскажу вам сегодня про чудесную погоду на Красной Поляне. Сейчас, например, я смотрю в окошко, и там стоят достаточно красивые, огромные зеленые деревья. Также есть какие-то столбы с проводами. Передо мной стоит камера. Я думаю, что это выглядит достаточно глупо, но так как мы с вами проводим эксперимент, мне нужно просто что-то безостановочно минуту-полторы говорить. Поэтому я стараюсь выдумывать всякий бред из головы и просто без запиночек что-то вам рассказывать. Блин, уже наговорила на 39 секунд, и мне еще нужно секунд 30. Так, что же, что же вам еще рассказать? Вот, например, я вижу сейчас с левой стороны у нас белые облака, с правой стороны у нас серые облака. Я сейчас прям жду, что вы будете писать комменты, как это глупо выглядит. Еще раз повторюсь об этом. Но, блин, это же прикольно, когда можно на протяжении какого-то времени просто разговаривать без запинок, просто что-то рассказывать. Это такой голосовой фристайл. Раз, два, три, четыре, пять. С детства с рифмой я дружу. Панама на голову наглого нигера, голова нагло выговори-выговори. Тогда в оригинале попробуйте выговорить и на ритм прибитый рэп, поморить при этом любитель этого трека, стритового бита, дебильного бэка, припевом и пару куплетов. Блин, короче, как-то так получилось. Теперь я этот видосик по аэрдропу отправляю себе на ноутбук. Есть. Теперь нам нужно из видео звук конвертер. Просто вбиваем так в поисковик. Так, из видео звук конвертировать. Открываем файл, который мне только что пришел. Выгрузить. Давайте хорошее качество будет у нас. Буквально секунд за 20 сейчас выгрузится моя голосовая дорожка. И далее мы будем ее заливать уже в лабораторию голоса. И на практике вы видите, как это все работает. Пока это все загружается, хочется вам рассказать. Смотрите, помимо данной функции здесь есть еще интересные штуки. Например, вы можете выбрать просто какой-то голос. Круто же, ну? В фильтрах можете выбрать пол, категорию, какая вам нужна, примерный возраст спикера, так скажем, и с каким акцентом он будет говорить. Да, этой функции пока на русском языке нет. Но согласитесь, если... Кстати, забегая вперед, скажу. Мы выходим на иностранный YouTube, там, где нам абсолютно никак не нужно знать английский. Мы выбираем просто любой голос. И нам диктор надиктовывает. Я нашла еще, на самом деле, одну нейронку, которая автоматически, буквально за пару минут создает видео. И мы берем, например, тот видеоряд. Хотя там есть и озвучка, там есть все. Но здесь, мне кажется, это можно более хорошо доработать. Так, у нас, наверное, там уже все загрузилось. Все, загрузилось. Теперь мы переходим обратно в голосовую лабораторию. Нажимаем еще раз вот сюда. Ксения клон 2 для видео. Загружаем сюда звук. Далее нам нужно поставить галочку, что мы это не будем использовать в каких-то нечестных, так скажем, действиях. Поставили галочку, все. Создать голос. Можете просто сейчас в голове считать. Пару секунд, и все готово. Теперь нажимаем на кнопку Use. Как я понимаю, использовать. И посмотрим, что у нас здесь получается. Понимаете, блин, на каком уровне вообще мы находимся? Нас окружают нейросети. Те же самые умные колонки. Умные дома, блин, умные телевизоры. Нас скоро захватят роботы. Я считаю, что это, на самом деле, шаг в будущее. Я считаю, что если мы научимся работать с нейронками, если мы научимся их грамотно монетизировать, то через пару лет можно будет говорить так же, как сейчас все, что в тренде. То есть сейчас у нас кто в тренде там? Продюсеры коротких видео, крипта и так далее и тому подобное. И они в тренде, потому что они об этом позаботились несколько лет назад. Также, если вы сейчас позаботитесь о своем будущем, через несколько лет вы будете сидеть где-нибудь на Мальдивах и говорить, «Вау, как классно, что я тогда послушал Ксению». Так, все, вот у нас отобразился звук. Всем привет, меня зовут Ксения. И сегодня я расскажу про невероятно крутую нейросеть, на которой, естественно, можно заработать немалые суммы. Прикиньте, блин, я это сделала на ваших глазах буквально за пару минут, не имея там какой-то техники. Я просто записала там голос на телефон, загрузила это в нейросеть, и теперь эта нейросеть может генерировать любой текст моим голосом. Да, опять же повторюсь, его нужно там доработать, записать еще каких-то голосовух, но это же не сложно, если мы смотрим в разрезе времени. Даже, давайте так, я уже даже своей маме сказала, запишешь, приедешь мне голосовуху, чтобы у меня всегда был твой голос. Просто прикиньте, когда-то, там, через сколько-то, много лет, у меня не останется никого из моих старших родственников, но у меня всегда будет рядом их голос. Классно? Классно. И это я даже не говорю о том, что какие-то фанатики вообще могут создать просто прототип своего кумира. То есть, там, кому-то нравится Джастин Бибер, они сгенерировали его голос, там, изучили робототехнику, там, IT какую-то фигню, честно, не разбираюсь, сделали себя робота с голосом Джастин Бибера. Все, мечта исполнена. Прикольно же, да? Теперь давайте я примерно скажу, какие пока у меня идеи возникли, как это можно монетизировать, и вы напишите по этому свое мнение. Первое. Во-первых, бывает так, что мне нужно озвучить какое-то видео чьим-то, например, мужским голосом. То есть, мне нужен дикторский голос, мотивационное видео, там, обучающее видео. И дикторы за это берут, там, полторы тысячи, две тысячи, три тысячи, пять тысяч за одно видео, просто за то, чтобы они надиктовали вам текст. Здесь достаточно живой, классный, красивый голос, который может мне это делать, там, за 20 долларов в месяц. Ну, если прикинуть так, то что такое, там, сто тысяч символов? Сто тысяч символов, это десять тысяч, это примерно пять страниц, сто тысяч, это, получается, пятьдесят страниц формата А4. Как думаете, сколько видосов можно надиктовать на пятьдесят страниц формата А4? Конечно же, много. То есть, мало того, что мы можем экономить, если нам нужны услуги диктора, так еще и мы можем эту услугу продавать. То есть, мы можем себя позиционировать, разместиться на биржах фриланса и позиционировать себя как дикторы. Но здесь я еще не смотрела. Мне кажется, лучше писать о том, что это генерирует нейросеть. Все равно люди будут за это платить, если им это нужно. Особенно, если вы будете демпинговать рынок, человек будет искать себе озвучку, там, кто-то будет брать из живых людей две тысячи рублей, вы там возьмете, за пятьсот рублей это сделаете, вам копеечка в карман, человеку классная экономия, вы заработали в интернете, прикольно, классно, интересно. Далее, второй способ заработка, который я вижу, он такой менее гарантированный, так скажем, он более тяжелый, более сложный, но мы берем какой-то английский текст, вставляем картиночки, генерируем голос, под эти картиночки вставляем этот голос и выкладываем на иностранщину короткие видео. Тот же шортс, там, рилс, тик-ток. Таким образом мы, во-первых, генерируем трафик, которому мы можем что-то продавать, монетизировать этот трафик, получаем монетизацию ютуба. Тут есть важное такое примечание. В правилах ютуба сказано, что роботизированный контент будет блокироваться, то есть те каналы, которые постоянно выкладывают контент из нейронок, они блокируются. Но, опять же, в нашей площадке есть разные голоса, они достаточно живые, и для того, чтобы робот распознал, что это робот, мне кажется, нужно какие-то новые алгоритмы ютуба внедрать, потому что это нереально распознать. И все, опять же, упрощенно. Скачали фотки, подставили иностранный голос, выложили в короткие видео, короткие видео сами по себе залетели в рекомендации, то есть это такая ниша, где видосы попадают в рекомендованные. Получили монетизацию ютуба, получили бабки. Круто, классно, интересно. Вы мне скажете, как же я там буду переводить на английский? Здесь у меня врубается другая нейросеть. Давайте я даже сделаю вот так вот. Скопирую этот текст, и теперь этот текст вставлю в чат GPT, и попрошу перевести его мне на английский. Переведи на английский, и вставляю этот текст. Этот же текст, который у меня нейросеть уже сгенерировала на русском. Вот, он так классно все очень быстро переводит, просто даже 30 секунд не проходит. Тоже, кстати, очень классная штука, тоже покупала подписку, и ни капли не жалею. Теперь я этот текст скопировала на телефоне, вставляю на ноутбуке, и генерирую своим голосом. По переводу я уже общалась с англоговорящими людьми. О, готово. Достаточно чисто переводят. Да, есть какие-то недоработки, но давайте представим, что это просто, к примеру, лицо кавказской национальности просто снимает на YouTube. Вы же не будете говорить, а их там с ошибками говоришь и так далее. Конечно же нет. Я думаю, что американцы, там англичане, кто там говорит на английском, они тоже не будут до вас докапываться. Например, здесь мне не очень нравится, я хочу попробовать своим первым голосом. Так, генерируем. Готово. Прикиньте, прикиньте, блин, я выучила английский за 30 секунд своего времени. Ладно, все, уже это видео затягивается. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok